Карабах это Азербайджан. Панно с такой надписью установлено в самом центре парка трофеев в Баку. Оно составлено из армянских номеров военной техники, которая была захвачена во время Второй Карабахской войны. В Баку в парке трофеев представлена лишь часть армянской военной техники, разгромленной вооруженными силами Азербайджана в ходе 44-дневной отечественной войны. Это более 300 экспонатов. На территории парка трофеев в Баку вырыты искусственные окопы. Они полностью повторяют так называемые оборонительные посты вооруженных сил Армении. Здесь установлены макеты армянских солдат, а также здесь можно увидеть каски, оставленные вооруженными силами Армении, и технику, которую они использовали против доблестной армии Азербайджана. Макеты наблюдательных пунктов сложно отличить от оригинала. Только из этих окопов видны не боевые позиции Азербайджана, а бурно развивающиеся Баку. В парке военных трофеев также можно увидеть несколько минометов, принадлежавших вооруженным силам Армении. В парке военных трофеев создана имитация армянского бункера. Внутри укрепленного защитного сооружения с точностью воссоздана атмосфера и обстановка, которая там царила в военное время. Вот так выглядела их столовая. Здесь они спали. Здесь хранили продовольственные товары. Детально воссоздан кабинет командира и помещение для хранения оружия. Среди экспонатов также обломки ракетных комплексов, из которых велся обстрел по населенным пунктам Азербайджана во время военных действий. Они символизируют преступления, которые армянская сторона совершила против мирных граждан. Перед каждой техникой есть информационное табло, где указаны год производства этой техники и в каком именно освобожденном районе она была изъята. Это танк Т-72 советского производства, впрочем, как и подавляющее большинство военной техники Армении. Бронированная машина в исправном состоянии. К слову, несколько Т-72 все-таки пришлось уничтожить. А вот и кадры, как это было. Старый бронированный тягач БТС-4 теперь тоже экспонат. А рядом самоходная гаубица, два С1 «Гвоздика». Еще в прошлом году из этих опасных машин стреляли по позициям азербайджанской армии. Немало в парке военных трофеев, легковых и грузовых автомобилей повышены проходимости. На этом КАМАЗе вооруженные силы Армении развозили боеприпасы на ранее оккупированные земли. А Урал-43-20 использовался для перемещения самих военнослужащих. Особое внимание в парке военных трофеев привлекает специальный навес из металлических кассок армянских военнослужащих. Впрочем, тут даже скамейки сделаны из дерева армейских ящиков, изъятых в ходе боевых действий. На территории парка также создан информационный центр, где можно узнать подробности славной победы Азербайджана. Субтитры создавал DimaTorzok